Доклада «Орнаменты розетки в христианском искусстве на Кавказе. Архитектурная пластика в эпоху Средневековья. Истоки и значения мотива». Пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо большое за возможность обсудить мои соображения вместе с вами. Я, наверное, для экономии времени просто зачитаю текст, приготовленный, не буду импровизировать. Значит, мотив розетки является одним из распространенных в христианском искусстве не только Кавказа, но и всего восточнохристианского мира. Однако в архитектурной пластике христианских храмов на Кавказе он получает широкое распространение в послеарабское время. Цель этого доклада – проследить эволюцию мотива, фокусируясь на архитектурной пластике христианских храмов на Кавказе Средневизантийского периода, выявить его исходы и, исходя из данных этнографии, попытаться определить значение и функцию этого знака. Для достижения поставленной цели предлагается следующая последовательность в изложении материала. Сначала будет сделан обзор памятников архитектурной пластики Средневизантийского периода с территории Кавказа. Затем приведены аналогии сопредельных территорий и с Кавказа, но и с традиционно бытовой среды. Это поможет понять значение и функцию рассматриваемого мотива. Для определения истоков бытования этого мотива будет рассмотрена ретроспективно. Визуальный анализ материала позволяет выделить несколько основных типов розеток. Цветочные, схематичные, до определенной степени геометризированные варианты цветочных розеток, так называемые вихреобразные, которые тоже будем считать схематичным вариантом цветочной розетки. И розетки, составленные из лент плетения. Последний тип розетки, составленный из лент плетения, в данном обзоре осматриваться не будет, так как его планируется проанализировать в дальнейшем, когда речь пойдет о плетеных геометрических орнаментах, которые следует, как кажется, выделить в отдельный сюжет. Значит, теперь рассмотрим примеры. На северном фасаде Атенского Сиона, верхней картли, вот он сейчас перед вами, цикл рельефов X века. Одна из сцен изображает Самсона, разрывающего пасть льву. И рядом с ней вот ним ассоциирована большая цветочная розетка в круглом обрамлении. На одной из грани поклонного креста из Катаула 8-9 век показаны две цветочные розетки. Они разделяют изображение оранд, обрамленные прямоугольными рамками. И так называемые вихреобразные розетки в круглом обрамлении, представленные на верхнем наличнике окна из церкви Святого Феодора на горе Анакопея X век из Абхазии. В данном случае они показаны по обе стороны от фигуры льва, выполненной в плоскостно-графическом стиле. Знаковое сочетание мотивов представлено на плитах из джигеты, в сванете X век. Между двумя плитами с изображением бычьих голов, с ромбом и треугольником на лбах, голова льва со схематично показанной круглой розеткой на лбу. В его зубах зажата фигура человека, а внизу змея, тело которой образует кольцо. На юго-восточном фасаде храма Вошки в виде фриза над челевидным окном представлены цветочные розетки, оплетенные лозой с фигурами птиц по обе стороны. На фрагменте рельефа из скисы X век показана фигура оранта с двумя схематично представленными круглыми розетками. На алтарной плите из Патолети от Жария, тоже X век, изображены рядом с крестом птица две цветочные и две схематичные геометрические розетки. С территории Южной Осетии также происходит ряд изображений такого рода. Над порталом церкви в Берис X века показаны три розетки в круглых обрамлениях. Вихреобразная по центру и две цветочные по бокам. Портал южного фасада церкви в Берис X века украшен двойным фризом из разнообразных цветочных розеток. Также и на фрагментах алтарной преграды из Кусерети IX-X веков видны цветочные розетки вместе с другими изображениями оплетенной ленты плетения. На верхнем наличнике церкви в Десеве X века также видны схематично представленные розетки вместе с изображениями зверей и личина. И все они у процветшего креста. Ряд изображений того времени происходит с территории Армении. На деревянной капителе из церкви Богоматери монастыря святых апостолов в Сиване IX века изображены четыре птицы в гирологической позе и две розетки в обрамлении из плетенных звезд. Схематически представленные розетки в изобилии встречаются на Хачкаре из Нарадуза, 1991 год. В данном случае розетки украшают средокрестья, перекладины креста, а также схематично изображают цветы на побегах, вырастающих от подножия креста. Большая розетка расположена и в основании креста, где обычно изображается голова Адама. На северном фасаде собора святых Петра и Павла в Татеве в X век над щелевидным окном по обе стороны от изображения личины с двумя змеями также присутствуют две небольшие схематические розетки. В предельных регионах, например, в Каппадокии, есть достаточно красноречивые примеры использования розеток в христианском контексте. Прежде всего хочется обратить внимание на так называемые красные росписи в долинах Гереме и Киличлар. Например, частично разрушенный культовый объект без названия из долины Киличлар украшен в одной части небольшой композиции. В простенке в четыре ряда в квадратных рамках нишах изображены попеременно кресты и розетки в обравлении из треугольников небольшого размера с точками и без. Подрядом ниш с крестами представлены три розетки квадратной формы, объединенной общей рамой. О времени создания росписи такого стиля в Паппадокии можно спорить, однако большинство исследователей склонны датировать их к X-XI векам. Другой пример активного использования мотива розетки в знаковых частях храма, рельефы, украшающие вход в храм Иоанна Претеча в Чаушине. Все пространство стены над входом занято монументальными изображениями розеток, во вставленных друг в друг геометрических фигурах. По центру изображение равноконечного креста в круглом обрамлении, на средокрестии которого схематически представлена цветочная розетка в круге. По обе стороны такие же розетки в раме из четырехкратно повторенного круга, помещенные в ромбы с обравлениями из треугольников небольшого размера. Датировки церкви в Чаушине вызывают споры, однако ясно, что она выполнена в послеарабское время, не ранее восьмого века. Оба каппадокийских примера показывают, что розетки могут по семантичному симпатическому значению сравниться даже с крестами. Красные росписи же, по мнению группы ученых во главе с Марией Андалоро, в целом имели охранное значение, выполняя как бы функцию кожи храма. Такую возможность интерпретации розеток в христианском контексте подтверждает интересная находка из Дагестана. При охранных раскопках в зоне затопления строящейся Гацетлинской ГЭС в 2013 году были выявлены две известняковые стелы разных видов. На одной из стел из постройки номер 12 Гацетлинского поселения, помимо других орнаментальных мотивов, которые как бы служат фоном, представлено пять схематичных цветочных розеток. Судя по композиции, эти мотивы играют основную роль в композиции. Особая ценность этой стелы в том, что она была найдена ин-ситу. Археологические данные позволяют датировать ее 10-12 веками. Обе стелы были найдены в цокольных хозяйственных этажах построек, поселения рядом с пифосами, где хранились продукты. Обе стелы антропомортной формы с выделенными плечиками с круглой или вытянутой верхней частью, головой. Они явно выполняли сакральную функцию, и с ними определенно можно связать ранее неизвестный комплекс традиций и верований. До этой сенсационной находки были известны фрагменты подобных стел этого же времени, происходящие с территорий Дагестана и Грузии. Как отмечает Дибиров, мемориальные плиты, аналогичные по форме и характеру декора описанным, бытовали в Грузии в 10-11 веках. Они ставились на священных местах, там, где раньше были языческие капища, а также использовались как пограничные знаки. Такие плиты служили часто предметом поклонения. Интересно, что этот мотив был очень популярен в послеарабское время не только в христианской среде, но и в виславском искусстве. Один из хрестоматийных примеров – знаменитый фрис, укравшавший фасад дворца в Мшате и Ордания в 8 век. Ныне хранится в музее Пергамон Берлиниев. Цветочная розетка – один из распространенных древних мотивов не только на территории Малой Азии, Междуречья, но и всего Средиземноморского мира. Он встречается на Кавказе, в Каппадокии, у Коптов, по всему христианскому Востоку в доарабский период. Ряд примеров происходит с территории Грузии. Так, на Тимпане над северным входом в Атенский Сион изображены два оленя в геральдической позе, которые держат круглую сферу, заполненные изображениями розеток в круглых обрамлениях – это V век. Полукруглое обрамление Тимпана над входом в восточную камеру южного предела церкви Руисе, верхние картли VII век. Также украшена фризом из цветочных розеток в полукруглом обрамлении. На фрагменте плиты из жалети Кахетия VII век показаны фигуры святителя с двумя цветочными розетками в верхней части композиции. На восточном фасаде Сиона в Эдзане изображен поклонный крест на высоком постаменте. В основании колонны цветочная розетка в круге. В нижней части поклонного креста из Борда-Дзоре, картли VI век, изображен крест с двумя цветочными розетками в верхней части композиции. Также на фрагменте колонны поклонного креста из Болниси, нижней картли VI-VII век, есть цветочная розетка в сердцевине плетеного орнамента. А на фрагменте колонны поклонного креста из Гора VI век есть цветочная розетка, она ассоциирована с фигурой богоматери на троне. На фрагменте купели из жалети Кахетти VI-VII век. Цветочные розетки отделяют друг от друга светителей на уровне нимбов. Они также украшают фон в изображении равноконечного креста мальтийского типа. Четыре между лопастями и две лопастамента. В Армении в доарабское время этот мотив встречается, к примеру, на капителе из Ванкасара Тиграна Керт, VII век. Две цветочные розетки квадратной формы представлены по обе стороны от равноконечного креста в круге. На другой капителе из той же церкви цветочная розетка представлена рядом с виноградной лозой. Этот мотив встречается также на четырехгранных стеллах. К примеру, на фрагменте стела из деревни Кох из Тавуша III-IV век две цветочные розетки изображены по обе стороны от фигуры богоматери на троне и две на соседней композиции рядом с двумя птицами, несущими венок. Цветочные розетки встречаются и у коптов в доарабский период. К примеру, их можно видеть в росписях знаменитого Красного монастыря VI век. На коптских, да, вот тут вот они в изобилии видны. На, вот, как раз такой плетеный орнамент и в центре розетки здесь они тоже. На коптских надгробных плитах VI век Ицкопского музея в Каире тоже вот они видны. И даже на кожаной обуви византийского времени из того Жуковского музея в Каире, где они явно выполняли функцию апотропея. В росписях Красного монастыря, как и в Каппадокийских примерах, цветочные розетки в круговом обрамлении ассоциированы с равноконечным крестом в круге. Этот же мотив был популярен в художественной культуре эллинизма. Один из красноречивых примеров – ритуальное римское серебряное блюдо из клада, найденного в районе города Масон, Франция. Хранится ныне в Британском музее, третий век нашей эры. Это блюдо вместе с найденными с ним стоятками богов, вероятно, использовалось в домашнем или общественном святилище. В центре изображение совершающего возлияние на алтаре человека, жреца в круге. Остальное поле блюда украшено разнообразными цветочными розетками в круглых обрамлениях, сплетенных между собой. Изображения цветочных розеток встречаются и на римских напольных мозаиках в похожей ситуации, представленных в круглых обрамлениях и приобретены между собой. Так, например, на римских мозаиках из Амасии, третий век древа жизни, плетено по кругу плетенным орнаментом в центре кругов плетения цветочные схематичные цветочные розетки. На мозаиках из Диона, Северной Греции, второй-третий век, схематичная цветочная розетка встречается как центр развернутой геометрической композиции. В другом месте того же мозаичного ансамбля появляется детально проработанная и достаточно натуралистичная цветочная розетка. В более древнее время этот мотив также активно используется при украшении сакральных пространств и зданий. Так, например, знаменитые ворота Иштар в Вавилоне. Фриз, воспроизводящий церемониальную процессию, украшен цветочными розетками. Они обравляют сверху и снизу изображение священных животных и саму арку над входом. Этот же мотив встречается в культуре урарту. Например, одеяние богини-плодородия и жены верховного бога Халди, как это видно на бронзовой статуэтке из Арубани, пан, восьмой век до нашей эры, упрашено ромбами, в центре которых цветочные розетки. Это раннее Средневековье, это Гиндольцево. Выключите, пожалуйста, микрофоны, все, кроме докладчика. Вероятно, истоки этого мотива следует искать в искусстве хетов. В результате раскопок в хетском, заселенном позже арамеями, городе Самоаль, близны нынешнего Алеппо, в X-VIII век до нашей эры, была исследована цитадель. Из так называемого здания Ха происходит основание колонн, украшенных хорошо известным в Средневизантийское время орнаментом. Вот он, лентоплетение в три полосы обвивает цветочные розетки. Эти артефакты хранятся сейчас в коллекции музея Ближнего Востока, Пергамон, Берлине. Интересно, что примерно в это же время на Кавказе также встречается этот мотив, к примеру, на ритуальных бронзовых поясах эпохи поздней бронзы, XII-XIX века до нашей эры. Например, из собрания Национального музея Республики Южной Осетии с Цхинвали изображено шествие пояс бронзовый, и на нем изображено шествие животных. Биологическую идентификацию их сложно определить из-за синкритичности, которая, возможно, является их сакральным признаком. Тела животных и промежутки между ними отмечены геометрическими знаками, среди которых ромбы, треугольники, квадраты со штриховкой и без. Среди этих знаков также встречается схематичное изображение цветочных розеток. Итак, древний мотив цветочной розетки, в том числе в варианте, когда цветочная розетка является сердцевиной плетеного орнамента, становится особенно популярным в христианском искусстве не только на Кавказе, но и всей Византийской империи в послеарабское время. Плетеный геометрический орнамент с цветочными розетками внутри, по наблюдениям Кэтрин Вандерхейда, распространяется из мастерских Малой Азии в IX веке на Пелопоннес в Скрипу и далее на Балканы по всей территории Византийской империи. Более того, исследовательница отмечает, что места, которые занимают эти мотивы, относятся к символически значимым частям внутреннего пространства византийских церквей, то есть границе между сакральным и пространством, пространством повседневным. Эта тенденция становится еще более заметной в архитектурной декорации христианских церквей на Кавказе, начиная с IX-X веков. Поскольку в этом регионе цветочная розетка сохраняет свое самостоятельное значение в качестве сакрального охранного знака, многочисленные примеры подтверждают это предположение. Вот лишь некоторые из многочисленных примеров. На территории Грузии, на восточном фасаде Кафедрального собора Свети Цхавели в Цхете, присутствует плетеный геометрический орнамент цветочная розетка в византийской версии, которая к этому моменту была широко распространена на территории практически всей империи. И также на плите с перемычками портала южного фасада церкви Диди Гамаретти XI век. Одиночные розетки украшают портал северного фасада наряду с изысканным плетеным геометрическим орнаментом, который не рассматривается в рамках настоящего исследования церкви Святого Савва в Саппара XIII век. Цветочные розетки в схематичном геометризированном виде появляются на верхнем наличнике щелевидного окна из арзмы, ассоциированы с фигурой льва XIV век. Они же связаны с плетеным геометрическим орнаментом и зоомортными образами на южном столбе, поддерживающим купол церкви в Цилкане XV-XVI века. В более позднее время схематически изображенные цветочные розетки обравляют щелевидное окно восточного фасада церкви Мцххета в Личхуме, это уже XVIII век. В последнем случае, как и в аналогичных ситуациях в сопредельных регионах, характер декора выдает влияние традиционной бытовой культуры, украшения традиционного дома. На территории Армении рассматриваемые мотивы также широко распространяются в архитектурной пластике и на хачкарах после X века. Например, цветочные розетки расположены по обе стороны от креста в верхней части композиции на хачкаре из Лик, 1517 год. Розетки разного рода встречаются в большом количестве во внешней декорации монастыря в Гегарде. Так, три розетки, крест и две птицы украшают южный фасад собора в Гегарде XIII век. Большая верхнеобразная розетка расположена над окном на восточном фасаде того же здания. Разнообразные цветочные розетки ассоциированы с аркатурно-колончатым поясом на барабане собора богоматери в Гегарде. Цветочные розетки разных видов встречаются в архитектурной декорации монастырей Нагорного Карабаха. Розетка между двумя кошачьими хищниками изображена в Ганзасаре XIII век. Розетка под крестом есть над центральным окном на восточном фасаде того же собора. Розетки разных видов встречаются и на барабане главного собора этого монастыря и в других местах во внешней облицовке собора, в основном у окон или порталов. Похожим образом цветочные розетки разных видов украшают барабан главного собора монастыря в Додиванке. Это XII век. Этот мотив встречается и во внешнем убранстве церквей после XI века на территории современной Южной Осетии. Например, одиночные розетки украшают западный фасад над входом церкви Успения монастыря в Тидве XII век. Еще более позднее время, как и на церкви в Личхуме, подобные мотивы появляются на фасадах христианских храмов под влиянием традиционной бытовой среды. Для примера укажу на украшение фасадов поздней церкви в Дисеве XVI-XVII век. Две розетки, крест и арочный мотив изображены над входом западного фасада во внутренней облицовке храма у импоста арки подкупольного квадрата. Два отдельных резных блока вставлены во влицовку южного фасада. На одном представлено пять схематичных цветочных розеток, на другом две геометриизированные розетки, составленные из треугольников. Фризы схематичных цветочных розеток украшают также портал западного входа церкви в Ларгвисию на XVIII век. Этнографические данные намекают на функцию этого мотива в архитектурной декорации христианских храмов. Схематичное изображение цветочных розеток является массовым, обязательным атрибутом украшения традиционного дома повсюду на Кавказе, в Осетии, Грузии, Дагестане, Армении. Для примера, лишь несколько изображений деревянной резьбы из большого количества предметов традиционного быта. Например, это из коллекции дворец Ксанских аресталлов в Ленингоре. Это уже XIX века вещи из традиционного дома, украшенные розетками. Интересно, что тот же мотив продолжает использоваться в украшении современных алтарных преград церквей в этом регионе. Алтарная преграда из церкви у Сабруни. Вот, например, и тут розетки. Цветочные розетки активно используются в качестве знака оберега и в украшении традиционного костюма. Две схематичные цветочные розетки изображены на деревянном амулете, происходящем из окрестностей озера Сиван. Это XIX века амулет из собрания Музея художественного в Ереване. Подводя итог к краткому обзору бытования мотива цветочной розетки и его вариантов схематичные и геометрические в художественной культуре Кавказа, необходимо озвучить несколько возможных выводов. Этот мотив, который имеет истоки в сакральном искусстве хетов Малой Азии в Кабано-Калхидской культурно-исторической окношне Северный Кавказ-Западной Грузии, использовался непрерывно для украшения сакральных зданий и объектов Малой Азии на Кавказе. Однако наибольшее распространение как отдельный элемент или в составе ленточного плетеного орнамента он получил в послеарабское время, когда стал использоваться массово на территории Византийской империи, в том числе на Кавказе. В архитектурной декорации христианских церквей по преимуществу, чтобы отметить границу сакрального пространства, внешняя облицовка стен, портала, обравление окон, барабанов, алтарной преграды. Вероятной популярностью этого мотива, в числе других некоторые зооморфные образы, к примеру, начиная именно с этого времени, обусловлена поиском своих корней и своеобразной самоидентификации некоторых народов после разрушительных арабских нашествий. В этом случае источником вдохновения могли служить древние локальные археологические культуры – хеты в Малой Азии, кабано-калхидская культурно-историческая общность на Кавказе. Как показывают этнографические свидетельства в архитектурной декорации христианских храмов, этот мотив выполнял функцию апотропии. Спасибо за внимание. На этом я заказываю. Спасибо большое. Может быть, есть вопросы? Пожалуйста, коллеги, задавайте вопросы. Но если нет вопросов, у меня такой вопрос есть, Екатерина Юрьевна. Вот вы говорили про вихреобразные розетки, а вы могли бы как-то их систематизировать? Потому что есть, большей частью встречаются розетки, где есть движение по направлению к часам, по часовой стрелке. И очень редко встречаются розетки, которые вы показывали, против часовой стрелки. Вы можете это как-то объяснить? Ну, я думаю, что... Нет, я, честно говоря, специально вот именно этой темой, то есть именно этим моментом не задумывалась. Но, возможно, это связано, что как бы некоторые как бы как солярный знак, типа мотив солнца или солярный знак, может быть, это как-то связано... Но это я только... Сейчас просто как бы сказать, фантазия моя так работает. Я просто это как бы от себя это интерпретирую, что, возможно, это как-то связано с движением солнца. Вот. Но это чисто вот такое мое, не знаю, предположение. Просто на типологическом уровне вот я как бы отдаю себе отчет, что, значит, эти розетки, значит, мотивом для вдохновения могли служить или... То есть это или цветочный розеток, то есть цветок как бы, или схематически изображенный цветок, либо это солярный знак, то есть солнце, да. Вот. Но поскольку большинство изображений все-таки, мне кажется, имеют цветочную основу, а вот вихреобразные розетки на чисто типологическом уровне цветочную интерпретацию не исключают, то я как бы предпочла объединить их всех под видом цветочных розеток разного рода. Хотя не отдаю себе отчет и не исключаю, что, возможно, интерпретация их как знак солнца, то есть вот солярный знак. Да. Вот. Ну, я делаю акцент именно на их растительном, так сказать, происхождении. Да, спасибо. Ну, вот еще один такой момент типологический. Вот количество лепестков 8, то есть 4, 6 и 8 – это то, что очень часто встречается в византийском искусстве. И вот тоже, мне кажется, тоже хорошо бы обратить на это внимание. Вот как бы внимательно посмотреть и систематизировать по типологии все это богатство, потому что здесь тоже очень много интересного можно выявить. Спасибо за доклад. Да, большое спасибо. Я просто хотела сказать, что византийской империи, особенно вот начиная с 9-10 века, это, конечно, отдельный огромный пласт. И там они, конечно, гораздо более, ну, как сказать, ну, в общем, больше, ну, очень разнообразные. Но я намеренно византийскую империю взяла только как сравнительный, ну, то есть как сравнительный небольшой материал. То есть я как бы вот этот весь пласт конкретно на территории византийской империи, не считая Кавказа и Каппадокии, который как бы, ну, Кавказ – периферия как бы, да, варварская. Я не стала выглубляться именно в византийскую тему, потому что, ну, это как бы отдельно можно просто, наверное, книгу отдельную написать про розетки византийской империи. Я пока хотела сконцентрироваться именно на, как бы, Кавказе. Хотя, конечно, спасибо вот за такое замечание. И, конечно, это очень было бы интересно продолжить. Спасибо. Спасибо. Ну, мы тогда переходим к следующему докладу. Если нет вопросов… Еще вопрос могу задать? Да, пожалуйста, конечно. Вы упомянули про апотропическое значение этого мотива. Извините, я не понял. Из чего вы делаете такой вывод? Ну, во-первых, из того, что, ну, самое такое очевидное доказательство – то, что я вот продемонстрировала стелу, которое четко датируется по археологическому контексту. Она найдена в Дагестане, вот Гацатлинская городская… У меня пропал звук. Звук зависает. ...век. Оно средневековое, но там нет никаких признаков христианства. И эта стела, она явно выполняла как бы функцию такого, ну, как сказать, башка, что ли, с запасами зерна. И вот археологи, которые ее обнаружили, они сами даже говорят о том, что это какой-то… Вот она явно свидетельствует о каком-то комплексе верований довольно древних, которые вот в этом поселении практиковались. Там как раз один из главных мотивов на этой стиле… Сейчас я могу обратно показать ее или уже нет времени? В общем, это как бы… Если можно, то покажите. Она явно совершенно вот… Она не христианская, она 10-12 век, и она им исполняет какие-то вот ритуальные функции в этом поселении исполняла. Вот. И это как бы самое очевидное свидетельство того, как это розетки вы использовали в этой среде. Ну, а кроме того, в этнографические данные, вот, то, что вплоть до 19-го века, да, и, в принципе, в традиционной среде бытовой, где она сохранилась, и до наших дней, в принципе, на одежде, и амулет вот с изображением розетки, и причем одной розетки, больше ничего там нет, и на одежде это встречается, этот мотив, и в традиционном доме, который… В украшении традиционного дома, который тоже, в принципе, скажем, один из классиков, мовчан, да, который в Дагестане традиционный дом исследовал, и, в принципе, там вот это постоянно встречается, этот мотив, но я говорю, что это по всему Кавказу в традиционном доме, и поскольку этнография гораздо более красноречива, то есть, допустим, есть еще люди, которые, старики, допустим, до 60-х годов, когда эта экспедиция мовчана, например, проходила, они могли интерпретировать, то есть, объяснить, что эти знаки означают, и розетка – это один из основных таких вот знаков, он постоянно встречается, и, допустим, в предметах кухонного, связанных с приготовлением пищи, хранением пищи и кухни, там на амбарах постоянно присутствуют розетки, на солонках, вот рядом с очагом, то есть, этнография достаточно красноречиво об этом свидетельствует, ну и плюс, еще раз повторю, вот эта стелла, которая как раз говорит о том же самом, но относится уже как раз параллельно к X-XII веку, как раз к тому времени, вот, которое я по преимуществу и анализирую в храмах, вот. Пожалуйста, если есть вопросы еще. У меня только одно замечание, можно, Екатерина? В Сирии очень много на порталах XVI века, очень много, и это очень интересно, и еще на саркофагах тоже, везде, очень много. Да, спасибо большое, я вот частично показала этот материал, вот, частично вот из Каппадокии, от коптов, то, что у меня под рукой было, но я знаю, да, что на Ближнем Востоке, вот в Сирии, там, может быть, в Ливане, не знаю, но в Сирии, да, тоже. Да, 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 конечно, часто встречаются. Да, 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 ну, очень интересно, спасибо. Спасибо большое. Спасибо.